В процессе тренировок на турниках и брусьях рано или поздно возникает мозоль. Это неизбежно, но, к сожалению, не каждый знает, как правильно с ними обращаться. Сегодня мы разберемся с тем, почему они возникают и что же делать, если они все-таки появились. Для начала разберемся с причиной возникновения мозолей. Первая и самая очевидная причина – это трение ладони о перекладину. Оно возникает при выполнении упражнений, при которых ладонь перемещается относительно перекладины. Это могут быть выходы силы на две или любые другие динамические всякие перепрыгивания. Вторая, менее очевидная причина – это давление на крайние участки кожи. Хоть мы хватаемся всей ладонью за перекладину, мозоль образуется ровно на тех же местах. Они возникают там, где сдавливаются складки кожи. Обрати внимание, что когда мы сгибаем ладонь, у нас образуются складки. И когда мы виснем на перекладине, на эти складки оказывается большое давление. Как раз-таки для защиты от такого воздействия из-за мерцевших участков кожи образуются мозоли. Первый способ борьбы с мозолями – это правильный хват. Необходимо хвататься за перекладину так, чтобы на участке кожи оказывалось наименьшее давление. Есть два способа реализовать это. Первый способ – это внимательно относиться к тому, как ты хватаешься за перекладину. В первом случае мы кладем ладонь сверху на перекладину и либо просто закрываем, либо прокручиваем на себя. При таком варианте складки оказываются под пальцами, и на них оказывается большое давление при висе. А во втором варианте мы, наоборот, вначале кладем на перекладину пальцы, а потом прокручиваем ладонь от себя. Такой вариант в большинстве случаев позволяет снизить негативные воздействия на участки кожи. Чем толще перекладина, тем больше площадь контакта с ней. Соответственно, как мы знаем из школьного курса физики, чем больше площадь, тем меньше давление оказывается. Соответственно, когда мы хватаемся за более толстую перекладину, меньшее давление оказывается на нашу кожу. Когда мы обхватываем толстую перекладину, наша ладонь сгибается меньше, чем при обхвате тонкой. А это значит, что на коже не будет таких больших складок, следовательно, мозоли будут появляться не так быстро. Если поблизости нет толстой перекладины, то можно увеличить площадь контакта с ней, обмотав ее полотенцем, либо футболкой. Самый простой способ уберечь кожу от мозолей – это правильные перчатки. И позволяет не только защитить кожу от трения, но и снизить часть нагрузки, которая возникает при сдавливании кожи за счет мягких подушечек внутри. Для новичков рекомендую перчатки Workout F2 с кожным покрытием ладони. После тренировки кожа часто трескается и сушится, например, после использования магнезий, то можно использовать крем или лосьон для рук для увлажнения кожи. Всем большое спасибо за просмотр! Если вам понравилось это видео, то оставляйте комментарии под этим видео и пишите, если хотите больше контента со мной. Я запи... Это тяжело!